Первое послание Петра, 5 глава, 5 стих. Бог гордым противится, а смиренным даёт благодать. Рассказ «Однажды в старом парке». Приди ко мне, грехом обременённый, Усталый и измученный муждой. Я жду тебя со мною, примирённый. Ты обречёшь и радость, и покой. В последнее время Тимофей возвращался домой очень поздно. И, как правило, в плохом настроении. По специальности он был сантехником. Но вообще-то слыл мастером на все руки. Многие открыто восхищались его мастерством. «Тимофей, ты хоть что-нибудь не умеешь делать?» Льстиво восклицали даже высокопоставленные заказчики, одобрительно принимая отлично выполненную им работу. «Не-а, я всё могу!» Хвастливо отвечал Тимофей, подтверждая слова энергичными кивками своей косматой головы. «Потому как руки у меня правильно вставлены!» И заливался горделивым смехом. К постоянным похвалам он уже привык. И к большим заработкам тоже. От заказчиков у него отбоя не было. Они, как говорится, рвали его на части. И даже ссорились между собой, стараясь для всякой работы заполучить именно Тимофея. Несмотря на то, что известный мастер запрашивал за свой труд всё больше и больше. Но в последнее время он почему-то сильно затасковал. И видимых причин вроде бы не было. В прошлом году даже новый дом себе построил. И не хуже, чем у того министра, который недавно нанимал его на всё лето. Его жена Мария была просто золота. Слово поперёк ни разу мужу не скажет. А после того, как в Бога уверовала, ещё лучше, ещё мягче сделалась. Тимофей даже удивлялся. И как это она умудряется? И мужа угождать? И трёх сыновей-школьников содержать в сердечном послушании? Правда, после её уверования Тимофей в напряжении ожидал, что жена теперь возьмётся и за него. И тоже в свою религию запрягать начнёт. Он уже и речь подготовил строгую, отпорную. Даже и не надейся, мол. Но Мария ему ни слова о Боге не говорила. Потому-то он и передумал запрещать ей ходить в церковь. Пускай уж, раз всё по дому успевает и в споры с ним не вступает. Вообще-то Тимофей очень удивлялся. И чего эта жена так за Бога ухватилась? Ведь не грешница же какая-то последняя. К тому же с высшим образованием. Сам он был уверен в том, что в церковные сети попадают в основном опустившиеся на самое дно жизни. А себя он, известное дело, к таковым не причислял. Но в последнее время, когда его сердце беспросветно сдавило непонятная тоска, Тимофей решил всё-таки разок сходить с женой на христианское собрание. На всякий случай. От нечего делать, как труслево подбадривал он сам себя. Его напарник по работе, как-то заметив мрачное лицо Тимофея, спросил «Ты чего такой?» «Хотя бывает, конечно, бывает. Может, после работы зайдём куда-нибудь, поднимем тонус?» Но Тимофей отказался. Во-первых, в этот день им предстояло работать допоздна. Надо было закончить вторую ванную в большом доме. Хозяин платил щедро, но торопил с достройкой дома, собравшись жениться. А во-вторых, Тимофей не охотник был до выпивки. Вот подымить сигареткой – совсем другое дело. Без Курева он бы и дня не прожил. Вернулся домой уже за полночь. Но жена всё равно его поджидала. И сразу стала на стол накрывать. А Тимофей, хоть и весь день почти ничего не ел, сейчас только раза два с неохотой ткнул вилкой в аппетитно пахнущее блюдо и, отодвинув от себя тарелку, почти простонал. «Нет, не хочу. Тошно мне от всего. Не могу. Может быть, ты переутомился? Отдохни пару дней», – предложила Мария. «Да нет, у меня совсем другое дело», – нехотя отозвался он. «По-научному депрессия, что ли, называется. А по-нашему, по-народному, тоска зелёная одолела. И душит прямо по-чёрному». При этих словах Тимофей настороженно наблюдал за женой. «Не начнёт ли сейчас о Боге проповедовать? Ведь самое время». Но она только сочувственно ответила. «Ничего, дорогой. Бывает в жизни и такое. Пройдёт». И тогда он уже сам начал. «Ты это, вот что. Помолись-ка обо мне. А в воскресенье вместе в молитвенный дом пойдём. Может, там мне полегчает. Измаялся я. Сил уже нет никаких». И настороженно опять посмотрел на неё. «Не восторжествует ли сейчас жена?» И даже слегка разочаровался, когда она в ответ на его сенсационное сообщение спокойно ответила. «Ну вот и хорошо. Пойдём вместе, если хочешь. А сейчас ложись, отдохни. Я уже постелила». До воскресенья он еле дотянул. До того противно жить стало. Что даже поддался на уговоры напарника и пару раз после работы принял хорошую порцию, как тот выражался, успокоительного. Но и оно не помогло. А ещё хуже разбередило душу. Всё чаще появлялась мысль о том, что можно ведь очень легко оборвать эту тоненькую ниточку, связывающую его с жизнью, в которой уже ничего не радовало. Наступило воскресенье. Но Тимофей вдруг испугался и дал задний ход. Он небрежно сказал жене, что сейчас будет занят и сможет пойти только на вечернее собрание. Как обычно, Мария не возразила, не возмутилась и, согласно кивнув, отправилась в молитвенный дом одна, потому что их дети уехали на каникулы в село. Весь день Тимофей промаялся, ругая себя за это жалкое отступление и за то, что не подвёз, как обычно, жену на машине. Ей пришлось добираться попутками, потому что церковь находилась довольно далеко от их дома. Наконец вечером Тимофей с Марией вошли в наполовину заполненный зал молитвенного дома. Сориентировавшись, он сел на мужской половине, а жена устроилась среди сестёр. Во время первой проповеди на сердце у него стало как-то спокойнее, и Тимофей с досадой подумал. «Зря я пришёл сюда, ведь у меня дела, в общем-то, не так уж плохи. Да уж, поторопился». «Спаси меня, Боже! Я погряз в глубоком болоте и не на чем встать!» Прочитал проповедник из 68-го псалма, а затем добавил. «Дорогие, с этого дна, с этого греховного дна нашей жизни нас может поднять только Господь Иисус Христос, Который умер за наши грехи». «Вот-вот, точно!» «И я так понимаю», – внутренне возликовал Тимофей. «Сюда тянет только тех, кто опустился на дно жизни. А у меня-то всё нормально. Нет, надо уходить». Он совсем приободрился, успокоив себя тем, что ещё не опустился на дно, и стал посматривать на часы. Скорее бы, это всё закончилось. Ему вдруг нестерпимо захотелось закурить, и когда все поднялись для молитвы, Тимофей быстро пробрался к выходу и, закрыв за собой дверь, достал пачку сигарет. Но тут же подумал, нет, неудобно возле самого входа курить, всё-таки рядом люди молятся Богу. Он решил отойти подальше. Был уже поздний вечер. Небольшой дворик возле молитвенного дома был слегка освещен, а дальше чернели аллеи старого заброшенного парка. Тимофей медленно шагнул в темноту. Удалившись на достаточно безопасное расстояние, нащупал в темноте стенку какого-то строения и, прислонившись к ней, жадно закурил. «Нет, не для меня всё это», подумал он, как бы окончательно подводя черту. «Там ещё и с куревом заставят завязать. А как же я без этого?» «Нет, религия она в основном для тех, кто на дно опустился». Докурив сигарету, Тимофей сразу же начал следующую, решив уже не возвращаться в молитвенный дом, а дождаться жену на улице. «Если вернусь, то они начнут после собрания приставать ко мне со своими уговорами», подумал он. Опасаясь, что Мария, заметив его отсутствие в церкви, сейчас же начнёт поиски, Тимофей решил отойти немного подальше. Почти ничего не видя перед собой, он шагнул вперёд и тут же рухнул куда-то вниз. В лицо ударил невыносимо зловонный запах, а сам он почти по щиколотку увяз в трясине и тут же понял, что, видимо, в темноте набрёл на полу разрушенный туалет в старом парке. От отчаяния он громко застонал, но тут же, спохватившись, утих. Не хватало ещё, чтобы его услышали, а потом и увидели в таком жалком состоянии. Внезапно Тимофея прошиб пот. Он ахнул, вспомнив Божьи слова, только что услышанные им на собрании. «Я погряз в глубоком болоте и не на чем встать». А ведь и вправду. «Погряз я в глубоком болоте гордости и самомнения», — вдруг осенила Тимофея. «Душа моя тосковала, а я кормил её только большими заработками да похвалами. Семьёй почти не занимался, жену ни во что не ставил. Да уж, действительно опустился я на дно». Каясь и плача от бессилия, Тимофей стал умолять Бога о помощи и, наконец, с огромным трудом выбрался из противной ямы. «Но где же мне теперь найти воду, чтобы почистить одежду и обувь?» Расстроенно подумал он, осторожно передвигаясь по тёмной аллее. Заметив впереди слабый свет, он пошёл вперёд и с облегчением увидел перед собой, освещённое небольшим фонарём, маленькое озерцо с чистой водой. Непрестанно шепча «Господи! Господи!» Он так долго и тщательно мылся и чистился, что даже устал. Но зато, кажется, полностью избавился, наконец, от этого отвратительного запаха. Затем Тимофей поспешил назад и, обрадованный тем, что богослужение ещё продолжается, быстро сел в свою машину и, включив обогреватель, чтобы подсохла одежда, стал ожидать жену. Вскоре дверь молитвенного дома распахнулась. Верующие, неторопливо прощаясь друг с другом, расходились в разные стороны. Увидев Марию, Тимофей сразу же включил двигатель и, как только она села, машина резко рванула вперёд. Жена удивлённо спросила, «Что случилось, Тим? Куда ты так спешишь?» Но тут её лицо слегка сморщилось и она добавила, «А что это ты везёшь? В машине такой ужасный запах». «А-а-а! Значит, я так ещё и не отмылся!» Не поворачиваясь к ней, печально ответил Тимофей, «Да, теперь ясно. От этого запаха так просто не избавиться». Что ж, выходит, Бог прав, а я нет. Ладно, сдаюсь на Его милость. Мария, непонимающе, слушала Его и смотрела на Него широко раскрытыми глазами. А Он, погружённый в Себя, сказал, «Знаешь, сегодня на собрании я услышал призыв Божий, но решил, что всё это не для меня, ведь я такой преуспевающий». И тогда, тогда Бог показал мне моё истинное состояние. Показал, что я на дне, на дне своей противной гордости. «Ох, Маша, поверь, ничего хорошего там на дне нету». Грустно улыбнувшись, Тимофей повернулся к жене и добавил, «Прости меня, милая. Теперь я понял, что не туда руль повернул. Слишком высоко о себе думал. А это, оказывается, так отвратительно пахнет. Но проповедник сказал, что Бог всех принимает и гордых тоже. Так что ты уж потерпи меня ещё немного. Ладно? Чем ты гордишься, человек? Тем, что набрал грехов сверх меры? Дай сам себе прямой ответ. По гордости ты самый первый. Ты против истины восстал. В твоей природе я двуличья. Ты снова хочешь Богом стать в своём обманчивом величии. «Я, я, я, я» — звучит визжа в одежде, мыслях и в движениях. Оно растёт, как на дрожжах, боясь и тени унижения. Чем ты гордишься, Божья тварь? Тебя Творец так долго терпит. Ради тебя Небесный Царь надел венец колючих терней. Своих мучителей любя, он унижал себя безмерно и вынес всё ради тебя, смирившийся до крестной смерти. Оставь гордыню, человек, хотя б предвечности порогом в Христа распятого поверь, во прах смирившись перед Богом. Приди ко мне, грехом обременённый, усталый и измученный нуждой. Я жду тебя со мною, примирённый, ты обретёшь и радость, и покой. Приди ко мне, израненный грехами, с тобой давно я встретиться хочу. Приди ко мне, я, святым бальзамом, все раны сердца скоро залечу. Не откладывай это решенье Не во власти твоей времена. Неужели отвергнешь спасенье И не будет душа спасена. Приди ко мне, пока ещё есть силы, Без истины, не счастья впереди. Вернись ко мне, и я приму, как сына. Не опоздай, в смирении приди. Не откладывай это решенье Не во власти твоей времена. Неужели отвергнешь спасенье И не будет душа спасена. И не будет душа спасена.